здравствуйте тема сегодняшнего урока 8 урока минеральные гидравлические вещества коррозия цемента сегодня мы с вами рассмотрим два вопроса это виды коррозии и коррозия цементного камня процессе эксплуатации цементный камень может достаточно быстро разрушаться под воздействием растворов кислот солей агрессивных газов и других активно влияющих химических соединений существует три вида коррозии первое это разрушение происходит за счет вымывания составляющих цемента в основном гидроксида кальция мягкими водами второй вид коррозии это разрушение цемента под воздействием раствора кислот и солей с образованием легко растворимых соединений и третий вид коррозии образуется соединение конечный объем которых несколько раз превышает суммарный объем исходных компонентов при коррозии третьего вида надо использовать сульфатостойки портланд цемента марка портланд цемента сульфатостойки 300 400 коррозия цементного камня происходит под действием мягкой воды растворов кислот некоторых солей и кислых газов на практике мы встречаем коррозии цемента камня трех видов это такие как виды к ним отнесем первый вид коррозии выщелочивание под воздействием мягкой воды из цементного камня мы вымывается лишние прочности пор и снижается прочность изделия процесс замедляется если поверхностном слое образуется малое растворимые вследствие естественной или искусственной карбонизации углекислым газом также снижение идет цементе до 50 процентов то есть введение в цемент активных минеральных добавок который содержит в себе это аморфный кренезем химически связывающий в нерастворимой воде хитрооксид кальция ко второму виду коррозии это кислотная коррозия здесь разрушение цементного камня водой содержит соли они вступают в обменные реакции цементном камне при этом образуются продукты которые легко растворяется или вымывается водой не имеющий достаточной прочности сама реакция она происходит под действием таких как растворов любых кислот и имеет такие значения когда кислоты сами вступают реакция с гидроксидом кальция образуют растворы соли здесь вымывается водой либо соли увеличиваются сами в объеме некоторые кислоты могут разрушать силикаты кальций к третьему вида коррозии относится разрушение цементного камня под действием сульфатов и едких щелочей например сульфата алюминиевая коррозия трудно растворимый гидросульфат алюминий калия образуется порох цементного камня он кристаллизуется и увеличивается в объеме два с половиной раза и разрушает сам цементный камень защита от сульфатной агрессии агрессии это сульфата стойкий портлан цементы растворы щелочи порох цементного камня карбонизируется и под действием образуются кристаллы которые являются причиной внутреннего кристаллизационного давления это ослабляет структуру и снижает прочность цементного камня к свойства портлан цемента мы можем отнести такие виды разновидности это относится тонкость помола что же такое тонкость помола помола что сюда входит есть такие необходимые условия вяжущие свойства цемента к то просею мы через сито сито здесь мы можем взять номером 8 должно проходить не менее 85 процента массы пробует тонкость помола можно определить и поверхность томера прочность и строки схватывания пропорциональной удельной поверхности который должно быть и также к свойствам портлан цемента отнести это истинная и насыпная плотность истинная плотность портлан цемента находится диапазоне где насыпная плотность зависит от степени уплотнение в рыхлом состоянии и также находится в уплотненном состоянии на свойства портлан цемента относится это водопотребление воды водопотребление воды цемента доходит до 37 процентов здесь характеризуется соотношение составляет цемента тонкостью помола до 27 процентов когда вив мы вводим вид минеральные добавки осадочного происхождения до 32 процентов водопотребление цемента это минимальное количество воды которое необходимо получение цементного теста до нормальной консистенции густоты и и нормальная густота определяется с помощью прибора века водопотребление портлан цемент составляется 24 процента сроки схватывания цемента доходит до двух миллиметров для портлан цемента начало схватывания может наступать не ранее как через 45 минут а конец не позднее чем через десять часов до 4 миллиметров конец схватывания определяется момента времени когда иголка заходит тесто не больше чем на 1 миллиметр сроки схватывания цемента в это время на протяжении которым масса теряется пластичность сроки схватывания в соответствии со стандартом обозначает погружение иголки прибор века прибор века предназначен цементное тесто нормальной густоты перед вами схема это у нас рисунок и общий вид прибора века прибор века регулирует это добавками сюда входят такие как это борная кислота фосфаты натрий калия и также ускорители карбонаты сульфата металлов активности и марки цемента можно также отнести испытания проводят в возрасте 28 суток первоначально мы проводим это на изгиб а затем на сжатие активность и марка цемента характеризуется его механической прочностью когда устанавливается предел прочности на сжатие половинок образцов балочек размером стандартные образцы готовят из цементно-песчаной состава смеси состав смеси здесь один к трем по массе это может быть на таком вольском песке и также кварцевый песок когда консистенция смесь по расплыву он составляет до 106 значение предела прочности на сжатие образцов называть активностью округленное значение сторону уменьшения активности марка цемента на этом у нас тема урока закончена спасибо за внимание